На повестке 43-го заседания Думы городского округа Самара 7-го созыва вопрос не одного года, ближайшего пятилетия. Депутатам предстояло выбрать главу города на этот срок. Всего заявки прислали 15 кандидатов. После работы конкурсной комиссии к началу итогового голосования на пост претендовали два человека. Действующая глава города Елена Лапушкина и депутат городской думы Павел Чумак. Кандидаты представили на заседании свои предложения по развитию города. Павел Чумак отметил среди приоритетных задач выстраивание диалога власти с промышленными предприятиями. А предложения Елены Лапушкиной базировались на положениях актуализированной стратегии развития города, среди приоритетов которой развитие человеческого потенциала, повышение качества городской среды и поддержка инициатив населения. В моих предложениях, представленных на конкурс, большое внимание уделено обеспечению сбалансированной бюджетной политики, выполнению социальных обязательств, строительству социальных инфраструктурных объектов. Также считаю крайне важным направлением работы молодежную политику, поддержку предпринимательства и инициатив населения. Считаю, что одна из самых важных функций органов местного самоправления всегда, особенно в периоды испытаний, это объединение людей вокруг решения конкретных задач, поддержка уже сформировавшихся сообществ, создание условий для развития и помощи ресурсами и возможностями. Депутаты, прослушав кандидатов, единогласно выбрали Елену Лапушкину главой Самары на следующие пять лет. Сразу после заседания, вступая в должность, Елена Лапушкина произнесла слова присяги. При осуществлении полномочий главы городского округа Самара уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Самарской области, устав городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Самара. Первым с избранием главу Самары поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что за последние несколько лет город заметно преобразился. Елена Владимировна, я хочу пожелать успехов в вашей работе, настойчивости, твердости духа и духа победного, конечно. Сегодня наши земляки отмечают, как преображается город и чувствуется, что в городе есть настоящая хозяйка. Высокий профессионализм Елены Лапушкиной и ее достижения на посту главы города отметили и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и председатель городской думы Алексей Дегтев. Жители стали верить в свой город, в его будущее и любить его еще больше. Я, Елена Владимировна, от души вам желаю успехов, здоровья, конечно, чтобы коллектив, которого руководить, вас поддерживал, вас понимал с полуслова. Геннадий Владимирович, продолжайте делать хорошее. Знаете, здесь вас уважают, здесь вас любят, готовы на сотрудничество, дальнейшую совместную плодотворную работу на благо нашего любимого города Самара и его жителей. Поздравили главу города и депутаты Государственной думы Леонид Симоновский и Александр Хинштейн. В ответном слове глава Самары Елена Лапушкина выразила благодарность за поддержку и оказанное доверие и пообещала приложить все усилия для улучшения качества жизни в городе. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.